Хамага салам. Мой старый приятель таджик улетел со своей семьёй в Таджикистан. Какие-то важные таджицкие дела. Ну и короче, ему этот фургон нахрен не всрался, а у него на секундочку 11 детей. Я выкупил у него этот пыжик по очень непристойной цене. Ну и думал снять сиденье, спилить там опоры, если всё крепко так держится, и устроиться в какую-то частную компанию по перевозкам. Но так подумал, пока перевозить людей на 230 маршруте, на котором сам часто ездил на рынок. Автобусы там ходят не так часто, а по выходным вообще не ходят почти. Почему бы и нет? Кто-то досядет. Кому охота минут 20 ждать и бус. А я это всё дело буду проворачивать нелегально, конечно, потому что лицензии на пассажирские перевозки у меня нет. А также спасибо огромное этому человеку, что показал, как устанавливать моды, где их брать. Ссылочка на его ютуб-канал, есть ли что в описании. Так, садитесь, садитесь, я свой. Все, конечно, не влезут, но это поможет и хоть кому-то быстрее доехать до своего места назначения и разгрузить автобусы. Они тут тоже небольшие по габаритам и часто такие забитые. Рабу дни вообще молчу. Спокойно выезжаем, просто как водитель, который прошёл медосмотр, всё это, имеет лицензию. Вообще, водители автобусов перед тем, как выйти на рейс, на свой маршрут, где-то прибывают в автобусный парк за час что-то до выезда, проходит там медосмотр и меряют давление, спрашивают, само собой, как самочувствие, как поспали и тест на алкоголь. Но это вообще можно, в принципе, не считать. А ещё они проверяют своё транспортное средство перед отъездом, конечно же. Моё самочувствие вроде в норме, я сам себе врач. И пил, голова не болит. Мой бутик просто в прелестном состоянии, таджик не даст соврать. Что, мест нет? Ну, садитесь на переднее хоть кто-то, два свободных. Так никто и не сел. Сейчас будет подъёмчик в горку. Ой, давно у нас проложен этот маршрут. Ещё первые автобусы, которые хотели здесь пустить, им даже не хватало мощности взобраться на эту горку. Видите, сколько у нас ям? А это всё от перегруженных автобусов. Да ладно, кто-то выходит, и мне сейчас заходят новые денежки. В этом городе много бузеньких улочек, но и тут хорошо активного трафика нет. Как тут вообще автобус должен был ровно подъехать, я не понимаю. Мне нужно как-то тут ограничить парковку. Видите, как я сам встал? Вот что за наказание? Яма и сразу за ней лежачий полицейский. Так ещё и подъём. Так, больше я сюда не поеду. Ну, нафиг. Вляха, бампером цепнул. Полиция. Я ещё по встречке еду. Ну да, объезжаю, а им всё равно все по ямам. Прелестное состояние. Ещё патрульки стоят. По обе стороны. Тут уже хоть как-то залатано. Да мне кажется, скоро у меня просто колесо лопнет. Чё ты там ругаешься, твой китайский не понимаю. Сколько рейсовых автобусов. Ну и теперь ещё стало подятнее, почему такие дороги. Сколько же тут габаритного транспорта. Сколько мусора. Я сначала думаю, стоят такие жёлтенькие. Наверное, дорожная служба. И тут полицейская. Тут всё как чистенько, дороги ровные. А сколько я проехал. Мне сейчас кажется, меня остановят. Эти дороги. Это ужас. Так работать. Это сколько тут полиции. Я надеюсь, эта вся полиция, которая ехала в мою сторону, там, она ехала решать проблемы с мусором. Кто там столько захламил? Может, это какой-то один человек, какой-то пенсионер чокнутый. Как знаете, бывает, квартиры захламляют, что там буквально нет где пройти. Сплошная антисанитария, тараканы. А выбросить это всё не могут, потому что это частная собственность. Но улица-то это не частная собственность. Ещё полицейка. Ну, мы уже, в принципе, едем назад. Нам ещё несколько остановок проехать, и всё. Я уваляюсь. Сам себя такой уволил. Ну, его нафиг, Рома, так работать. Лучше пойти охранником в супермаркете. А то ещё заниматься грузоперевозками. Если тут везде такие узкие улочки, и у меня ещё будет говорить на грузовик, если я захочу заниматься грузоперевозками и чего-либо. А если я буду так сильно гружённый, то такие подъёмы. И ещё выбоин в ямах понаделаю. Хорошую часть дзинжат. Мне придётся, наверное, отложить на ремонт подвески. Встану как-то тут, высаживайтесь. Чё вы машете и кричите? Пошли нахуй! А эти вообще отвернулись. Живу тут недалеко, и дороги у меня тут в райончике нормальные. Ой, моя спина. Спасибо, что досмотрели этот видос. Вам огромный респектус. Ссылки на данную карту, на данный микроавтобусик, будут в описании. Ну а я с вами прощаюсь. И говорю не последний. До свидос. Субтитры сделал DimaTorzok